доброго времени суток ребятушки хочу вам показать насколько золотая осень соответствует своему названию вот у нас орех он стоит прям такой ярко золотой листочки такие красивые беру так ближе со всех сторон чтобы было видно какая красота осень шикарная несмотря на то что были морозы в двадцатых числах и урожай весь мороз этот ночью до минус трех подобрал еще нам есть чем заняться на огородах это мы со святиком рисовали как он говорит это мои друзья кому интересно посмотрите это вот хризантемки еще не померзли это красненькие это вьючка роза моя тут была это виноград здесь был это желтая красивая розочка это у нас здесь фигурки мы ставили надо сейчас будет убирать среди цветочков здесь цветочки стояли и среди них были фигурки это тоже хризантемка моя это тут еще один дружочек пирожочек хорошо святушенька сейчас это тут деткам качелька там мешке мы орехи сейчас собираем машинки святушкины ярославушкины это еще дружочки пирожочки то сегодня вытащила сейчас с огурчиков семена буду выбирать вот что осталось от нашего виноградика это последние кисточки висят такие декларе сорвать вот покушать остальное это из-за того что под орехом вот у нас здесь еще один орех такой же очень красивый тоже золотой золотой такой ну прямо прелесть и он чуть-чуть спас конечно своей кроной вот эти веточки винограда остатки роскоши остатки цветения малинка а вот остальной виноград вот так конечно накрыло остальные листики вот видите хвоста которая была здесь на открытой местности она пострадала сильнее это тут котейка кстати котейка привет не всегда котейка делает просмотры передает привет что мой золотой надо доставать самолет попроси скажи дедушка любименький надо всегда договариваться с людьми на мои играют в самолет вот а теперь покажу еще вот какое у меня чудо осталось нетронутая морозом вот и на нескольких грядочках кстати это не только в одном месте вот еще вот очень приятно в начале октября видите когда уже я строчки повяли надо кстати их уже убирать вот и виноградик все здесь весь морозик подобрал и мы потом убрали очень приятно что начале октября моя клубничка меня радует сейчас покажу большую а теперь у нас охота на клубничку то была тихая охота на рыбок а теперь это цветочки очень приятно когда начале октября правда не знаю когда она будет на новый год угощу тогда ребята приходите вот осталась у нас клубничка еще и видите довольно таки много цветет не в одном месте хороший сорт лиска называется елизавета вторая красотульки мои как я вас всех люблю и ягодки и цветочки и животных у нас и уточки крякает слышно а дальше то место где мы вам показывали сережкой там где мы пахали это уже культиватор постарался здесь уже все чистенько и аккуратненько вот еще виноградик тоже накрытый конечно мороз сильно нас огорчил вот остатки розочек которые выжили после мороза остатки капусточки моей вот все что остатки роскоши после заморозков которые нас очень огорчили синоптики говорили будет плюс 3 плюс 4 на получилось минус 3 эти розочки конечно надо показывать когда они цветут они когда они уже примороженные сентябринки мои любимые беленькие вот их много тоже у меня вот пчелки даже летают смотрите вот какая красота это остатки капусточки это еще один виноградик а вот малинка тоже радует ягодки я святославчику сегодня собрала он еще видно как она и зацветает и есть ягодки еще на ней делюсь с вами остатками последнего тепла осеннего сегодня тепленько хорошо это еще мы не убрали морковочку слабоватенько она у нас потому что полива к сожалению не было у нас в донецкой области несколько городов в том числе и наш еще 27 мая вода донбасса отключила от водоснабжения наш район целый месяц был без воды и нам подвозили воду пожарные машины естественно техническую поэтому было не до полива в огороду не до жиру быть бы живу вот здесь уже я так обернусь и назад как прошла ту сторону теперь это все мы перепахали кроме морковочки видно да все вспашечка вот так крутнусь чтобы было видно что мы не только гуляем но и занимаемся огородами и хозяйством и вот теперь мне предстоит переработать ручки вот еще ручка тоже почти вся упала но еще на ней сейчас покажу есть ручки но они как деревянные что с ними делать и как и хранить вот я до сих пор не знаю вкладывая в просто показываю что есть всегда чем заняться большие огороды и видите земля глина суглинок это игрушка уже опала тут орех тоже опал и там орех опал и мы пришли к уточкам я показывала утятками все кто смотрит мои видео их видео голубой фаворит линдоуточки и башкирская уточка темная вот эта черненькая это башкирская вот сейчас они все зашли в сарайчик потому что были тоже у нас перед этим дожди вот так я вам показала что прокормить это стадо шиншилл попугайчиков это не только постоянно прогулки а это эндоутятки мои золотые вон один среди не голубой фаворит кстати вот один день в один день они вылупились просто эта мамка выхаживала 57 утят и когда начали голубые фавориты затаптывать этих эндоутят мы их рассоединили а этот утеночек он чуть-чуть хромал на лапку мы его лечили подлечили и просто в общую массу которая всех затаптывает уже больше не выпустили видите какие они хорошенькие мне нравятся тем эндоутята что они не кричат они такие смирные очень хорошо несут яйца кстати вот эти все недоутятки будем скоро переводить в сарай который возле дома этот видите у нас в конце огорода чтобы не мешать людям криками уток теперь придется они такие маленькие их придется конечно переводить до носи мне нравится беленький вот так мы развлекаемся ребята а то подумаете что мы только на морях и аттракционах нет мы как все работаем с пяти утра такое хозяйство надо прокормить надо вкалывать пока пока мои золотые пока мои труженики целую всех тёмки тёмки